Во Дворце культуры металлургов имени Сергуа Арджиникидзе состоялась ежегодная церемония посвящения в лицеисты. Традиционно мероприятие проходит в середине октября в преддверии Всероссийского дня лицеиста. О том, как провели праздник в многопрофильном лицее номер один, сколько учеников пополнили ряды лицеистов в этом году и каким же образом посвящают новобранцев, расскажет Елизавета Мамедова. В этом году многопрофильный лицей номер один открыл свои двери для 195 новых учеников. С царской России до сегодняшних времен лицеистом считался целеустремленный, гордый, самообразованный, интеллектуальный и духовно развитый человек. Вот такими мы хотим видеть и вас. Желаем вам невероятных, прекрасных дней в лицее. Высоких достижений и успешных открытий, большой удачи и высокого стремления наших лицеев. Лицей талантовик сверкает. Посвящение в лицеисты – это возможность поприветствовать новых учеников и пожелать им творческих успехов. По словам Кристины Щербаковой, такие дни запоминаются надолго, а сидя в зале чувствуется масштаб всего происходящего. Я учусь в лицее уже 6 лет, я нахожусь в 11 классе и могу сказать, что мероприятие «Посвящение в лицеисты» – это одно из самых запоминающихся мероприятий в году, потому что, насколько я знаю, оно есть только в нашем учебном заведении и очень много родителей, первоклассников собираются. Ну и после этого еще есть дискотека для старших, тоже имеет большую роль. Чтобы стать настоящим лицеистом, каждому новобранцу необходимо дать клятву лицейской хартии. Главный девиз истинного лицеиста – понять себя, чтобы себя творить. Сохрани нашу жизнь, верность лицейской хартии! Клянемся! В этом году впервые посвящали не только новых лицеистов, но и активных ребят, которые вошли в общероссийское движение первых. Сегодня, например, у нас в том числе посвящение в лицеисты, но в этом году мы решили вести такую традицию посвящения в первые. То есть сегодня ребята, которые хотят стать тоже активистами, участниками движения первых, получат определенные знаки отличия – это фирменные значки движения первых. В конце учебного года у лицеистов пройдет церемония награждения «Гордость лицея», где отметят самых активных учеников-победителей и призеров Олимпиад. Елизавета Мамедова, Алексей Вичинкин, телекомпания «ТВИН». Продолжение следует...